О том, что российские вездеходы «Шерп» будут продаваться под брендом «Архан», телеканал «Автоплюс» рассказывал совсем недавно. А всё потому, что петербургскому отделению фирмы пришлось отделиться от украинского собственника Владимира Школьника. При этом, как показал форум «Армия», где переименовавшийся производитель выставил линейку своей продукции, дело ограничилось не только ребрендингом. В компании вдобавок подготовили совершенно новую модель. Поменена концепция вообще вездехода. То есть, если у нас была раньше среднемоторная компоновка, то сейчас переднемоторная. Как уверяет производитель, свежая компоновочная схема повлекла за собой изменение развесовки, что в свою очередь улучшило проходимость. Во всяком случае, когда внедорожник едет гружённым. Здесь реализована чуть-чуть перегруз на переднюю ось, которая компенсируется при загрузке уже пассажирами, либо грузом. И вот как раз это тоже начало работать лучше, чем изначальная пустая 50 на 50. Ещё одно важное новшество – это совершенно другой формат кузова. Теперь, покупая одну машину, клиент фактически получает три разных. Этот вездеход можно будет заказать в трёх вариантах кузова. Открытый каркас, тент и пластик. Ну, это можно будет купить как бы и на одной машине. То есть у одного владельца будет три варианта использования. И, конечно, нельзя не заметить, что водитель теперь сидит посередине кабины. У меня есть посадка водителя в вездеходе. Теперь он сидит по центру. У него самое удобное для обзора место. У него изменились органы управления. Теперь это не рычаги, а это штурвал, ну, похоже на мациклеты. Также сменилась гамма силовых агрегатов. Но всех подробностей представитель марки пока не раскрыл. На выбор покупателей будут представлены две силовые установки. Это бензиновая и дизельная. Дизельная используется с вариатором. То есть это совершенно другие скоростные характеристики. Это вообще чуть-чуть другая езда. И самое главное. Архант будет стоить вдвое дешевле Sherpa модели N. Архант ещё позиционируется как более доступной модель. То есть где-то в районе 5 миллионов у неё планируется розница. Это очень мало для вездеходов. То есть вместо гонки вооружений, когда производители делали всё более дорогие снегоболотоходы, компания решила пойти по совершенно иному пути. Так что развод со старым собственником принёс Sherpa новые перспективы. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова